всем привет Оксана из Алабамы сегодня делаю видосики потому что у меня есть свободное время моя подруга которая агент представляющий дома от застройщика Адамс должна была поехать к врачу и она меня попросила здесь вместо нее поторчать несколько часов но я сказала ладно мне приятно всегда находиться в новых домах и я заодно запилю несколько видосов для вас в общем сегодняшняя наша тема почему мы переехали из Пенсаколы штат Блорида в Алабаму то есть мы значит для тех кто на канале недавно я приехала в Америку из Узбекистана где я выросла родилась получила образование я приехала в 98 году вышла замуж за американца в Атланте там три месяца побыли его уволили с работы причем сказал что он всю работу выполнял быстро и потом свободное время играл на компьютерной игре и они его поймали и выгнали но это его слова я не знаю потом мы переехали в Аризону он там поработал потом в Техас в Техас родился наш первый сын потом в Пенсильванию там второй сын родился потом переехали во Флориду я спокойно к этому относилась мне даже хотелось каких-то приключений я думала вот в моей книге Америка Майк зовет вопросительный знак все эти приключения моей работы будут описаны все и походы его по больницам все наши перипетии и во Флориде он умер и я познакомилась с Сергеем который на тот момент был мужиком на все руки я сделал ему грин карту в 2008 году мы с ним официально поженились и он грин карту в 2009 получил мы жили в том доме где застрелился мой первый муж и дом тот был небольшой мы его купили за 85 тысяч у нас была ипотека на 85 тысяч долларов мы не могли получить большую ипотеку потому что в Пенсильвании мой муж болел он вообще три дня в неделю работал и в общем дом был недорогой всего две спальни и один туалет и на тот момент не было ютуба я не снимала никакие видео и вообще я не снимала видео когда мой первый муж был живой я начала снимать ролики только когда мы уже переехали в Алабаму с Сергеем когда моя книга вышла в Санкт-Петербурге в издательстве и мне сказали ну веди ютуб канал сделай сайт пиарь сама себя потому что у нас нет денег на рекламу так началось все но так получилось что Сергей я когда я поняла что мне попал такой мастер надо открывать бизнес ведь у него с английским как говорится проблемы одно время мы работали на компанию которая давала нам контракты то есть они себя позиционирую как компания которая дает вам гарантию на 25 лет по краске они нанимали других подрядчиков но краску производили в каком-то другом штате привозили ее и она такая прям супер пуперная краска вечная краска я называю и так получалось что когда мы жили в коле некоторые контракты нам давали именно в Алабаме и он ездил в мобил и мы с ним ездили смотрим час полтора едешь на работу потом обратно и то есть главная причина почему мы переехали потому что мы хотели уехать из дома где застрелился мой муж нам казалось у нас дом выживал Сергею он начал являться а может быть Сергей просто мне наврал я не знаю то есть он мне говорил что и у него было чувство что-то сидит за столом какая-то белая фигура у нас были ситуации что почему я считал что дом выживает нас там пошел дождь сильный я лежу на кровати кормлю ребенка грудью когда нас третий сын родился ванечка мураши полезли из розетки вот прям на кровать то есть затопило двор и мураши стали лезть или все соседи завели собак и эти все собаки гав 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 и днем и ночью потом кто-то на улице стал продавать марихуану а улица заканчивалась тупиком и машины туда-сюда туда-сюда день и ночь было уже страшно выпускать ребенка на улицу то есть мы хотели сменить район потому что мы поняли что тот район когда мой муж брал покупал он же из пенсияни приехал он плохо разбирался в районах дом был по слишком завышенной цене продан нам потому что тогда вот было такое время 2005 год цены были так сказать раздуты после его смерти я хотела переписать ипотеку на свое имя знакомый адвокат сказал что нельзя этого делать потому что вдруг ты захочешь этот дом бросить и когда я пыталась на своими переделать мне сказали так у тебя с мужем было банкротство с первым мужем потому что он болел мы отделали банкротство то есть мы списали все там кредитные карты и долги оставив только дом и машину и если у тебя банкротство ты не можешь купить дом понимаете и таким образом я как говорится была вроде владельцем дома на документах но ипотека была не на моем имени я хотела дом продать вызвала оценщика мне оценщик сказал тогда за 500 долларов что красная цена дом это был я повторяю уже 2008 2009 год красная цена дом уже от 5000 и то говорит у вас тут старые окна вот сергей крышу заменил ремонтик там сделал какой-то небольшой где-то окно поставил где-то покрасил ламинат вместо зеленого страшного кафролина то есть мы вложили деньги в дом я теперь сейчас об этом жалею то есть я жалею об этом надо было сразу все бросать и уезжать то есть дом не стоил этих денег мне в голову тогда не приходило оставить дом и кого-то заселить чтобы они платили аренду потому что ну я не знаю мы переехали в Алабаму сняли дом гораздо больше и лучше если у меня до этого была ипотека 800 мы сняли дом и 1200 платили в месяц то есть мы не уехали из пенсаколы как есть такое выражение теряя тапки это было осознанное решение мы бросили дом мы поняли что несмотря на то что мы в него вложили мы не сможем его продать потому что я могла бы поставить его на продажу на документах было мое имя и я могла бы выплатить ипотеку если бы цена дома была допустим 90 тысяч можно было бы выплатить ипотеку и отдать риэлтору комиссионной и все и по нулям разойтись а так я оказалась бы в минусе если бы пыталась дом продать в общем нам никто не давал никакие там ценные советы на эту тему мы поняли что мы хотим жить в другом месте что мы не хотим жить в этом доме что нам тесно потому что там еще Ванечка родился в пенсаколе 2010 году и получилось так что один туалет сами понимаете да мы нашли жилье в аренду в мобиле и мы пять лет снимали жилье так Продолжение следует... 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 тут полка тут шкафчики когда сергей сделал ремонт во первых он сделал окно выбил стену сделал окно покрасил шкафчики видите сравните столешницы мы не меняли но вот здесь он выкладывал гранитную пальму вырезал сделал как бы картина и здесь он сделал камешки сажал на цемент какой-то и вот здесь он уже стоит на новой кухне мясо режет видите тут у него старой татуировки потом он их закрывал который еще в россии сделали они же всплываются с возрастом чем он их закрывал здесь в америке новыми ссылку на роли про татуировки дам главном комментарии то есть ему здесь 50 лет вот такая была гостиная там он сделал тут колонны по бокам сделал двойной потолок мы нашивали гипсокартон вот ему так сделал там был раньше зеленый ковер сейчас покажу фотографии старые сейчас покажу то есть вот он с пацанами тут зеленый страшный ковер когда мы все спокойном дом покупали вот пацанята на нем сидят он их катает на себе они конечно же все не помнит они не помнят фан такой должна показать и фотографий да также там на этом уронливом ковре вот тут мой брат он с ними игрался вот прячется в прятки не играют это когда брат приезжал в гости мой покойный муж еще был жив это мой братан то есть он что-то был студентом приезжал он тут играет с ними сзади дом выглядел вот так сергея построил эту веранду и тут я выдрыгаюсь и тогда не потом начала сбрасывать вес до рождения вани дошла до 67 килограмм вот вот 2008 год на этой веранде я тут клубнику ем к вертогаме дети выросли на пляжах пенсаколе пенса пеликан это символ пенсакола там много таких пеликана вот они маленькие когда ванечка уже родился вот тут меня ванечка с голой попкой обнимает там дар ванька дары джессов торчат белые пески это уже другой дом который мы переехали сняли в аренду то есть мы за него платили уже дороже не даже удивляет первые эти фотографии сохранила вот там наши диваны вот так стояли здесь вот серёга с пацанами сидит такая гостина там была большая столовая вот с этим столом здесь мы начинали в этом месте делать ролики где американцы пробуют русскую еду такая была кухня . кухни стала побольше получше впервые сделал торт где написала ему сергей ну 50 лет исполнилось 2008 году вот здесь смотрите вот этот дом итак я нашла наш старый дом в гугле тысяч один четыре семь шесть south for field drive посмотрите этот райончик такой тип улицы называется dead end street вот там в конце когда-то вот наркотой торговали в общем вот такая маленькая улочка я так думаю крышу уже меняли здесь видите маленький гаражик так интересно я пишу адрес этого дома выхожу на сайт где можно посмотреть фотографии если на зилу нет фотографий дома то на этом сайте могут быть фотографии на некоторых сайтах вот смотрите когда его прошли последний раз продавали его видите что написано что он восемьдесят четвертого года постройки что его продали в двадцать первом году за сто семьдесят пять тысяч и сейчас его цена 207 маленький домик с одним туалетиком там сергей делал пристройку этот сарай это где мы сергеем сидим на скамейке вот новый забор то есть они поставили новый забор дек переделали или подделали это внутри это выход во двор вот гостиная как выглядит в которой мой покойный застрелился как выглядела конечно когда они продавали вот какой потолок то есть мы золотистые панели убираю убрали они покрасили вот выхода там гостиная столовая слева вот этот вот каунтер вот двойно потолок который в столовой сергей делал то есть они уже по-своему покрасили ну я ему разумеется помогала что один гипсокартон не поставишь вот то есть а вот та самая кухня смотрите они некоторые шкафчики убрали перекрасили в белый цвет а вон те камешки которые на стене который сергей когда-то делал камешки оставили он они холодильник поставили по-другому внизу какой-то полкой пальму загородили гранитную то есть и поставили полки на кухне а мы на кухне кушали а вот это вот комната которая как санру где было много света и вон там дальше та комната которую сергей достроил сделали они из нее офис как я вижу вот так спаленки две спаленки там были то есть очень был маленький домик с одним туалетом для маленькой семьи вот такие новости для вас поскольку город мобил находится на той же широте как и пенсакола то есть климат тот же самый субтропический здесь растут многие фруктовые деревья и хлопчатник и овощи и вот помидоры во дворе но так получилось что мы не стали работать в этой компании у них так офиса нет потому что сергей поссорился с менеджером и в книге не валяя дурака америка восклицательный знак я эту историю описала сергей сломал нос они оба напились сергей сломал нос менеджеру потому что тот стал меня домогаться начал они оба сидели за столом лакались а я хотела с него содрать побольше денег за контракт последний и он сказал я тебя услышу когда увижу тебя голый он сказал на английском и он так вот меня провел по руке сергей встал и вот так его головой стукнул по переносице ну слава богу он не загремел никуда и после этого я сергею сказала другую работу и я его устроила на другую работу об этом я тоже описывала в одном из своих рассказов а потом уже опять стали работать на себя то есть я уже стала искать контракты то есть все контракты которые у него есть работу нашла ему я со всеми клиентами договаривалась я опись смету составляла я вы скажете ой разъякалась разъякалась но это так и есть это большая редкость когда когда женщина вот так вот ведет дела я считаю если у мужчины там не хватает английского но такое есть такое есть и я считаю что это неправильный вариант потому что если женщина свяжет свою карьеру с мужчиной и от профессии где все зависит от его здоровья и если что-то случится с его здоровьем то все пропало потому что кто будет как говорится чинить дома если с ним что-то случится если он не мог делегировать и учить других людей если он не смог создать команду то есть я не ставила себе задачу составлять команду потому что даже если даже есть то есть нет неправильно я находила ему людей иногда я нанимала людей из контор есть у нас контора как биржа труда можно нанять людей если они тебе понравятся ты можешь оставить их себе у нас были люди которые работали и год там и два некоторые на канале снимались то есть были ситуации когда была команда но некоторые уходили находили как говорится но шли по новому пути и с сергеевским характером очень сложно вообще держать команду людей которые бы хотели работать над дядю обычно получается так что если какой-то человек научился овладел всеми навыками которые владеет сергей он мог потом начать работать сам на себя потому что ну так выгоднее ну и логичнее правильно вот мне нравится в Алабаме но я не могу говорить за все Алабаму я же не живу где-то там в дыре я живу в крупном портовом городе который по моему вторую по величине во все Алабаме здесь два часа ты на Мурляне 5-6 часов ты в этом в Атлантии немножко проехал Теннесси немножко Флорида Пенсакола бич Дэстин два часа там пещеры Марианны то есть час проехал мексиканский залив хочешь на полтора часа зависит от пляжей то есть такое расположение сюда приходят круизные катеры здесь строятся корабли самолеты то есть город растет недвижимость строится и по сравнению с другими штатами здесь еще можно купить что-то очень приличное и сюда приезжает очень много пенсионеров потому что они где-то зарабатывали деньги в крупном городе и сейчас они уже здесь покупают что-то ближе к воде чтобы они могли ходить на охоту рыбалку наслаждаться золотыми годами вот так вот в общем такой ответ почему мы переехали потому что мы думали что здесь будет проще мне никто не давал советы понимаете когда у вас есть какая-то профессия или какое-то образование или язык в чужой стране очень важно чтобы был какой-то человек который мог помочь вам как коуч сказать делай то-то не делай этого то есть мне никто не сказал Оксана там получи лицензию риэлтора или иди работать в банк я не думала что я смогу этим заниматься а я могла бы сейчас быть самым первым риэлтором пенсаколы могла бы вести youtube канал и пиарить пенсаколу сейчас в пенсаколе многих русских раньше этот город пиарил другой риэлтор не риэлтор а просто другая блогерша пиарила по моему я не помню как их зовут но самое главное что то сейчас там русскоязычных больше чем у нас здесь потому что там и цены низкие и там климат и пляж и все такое но иногда если тебе кто-то не даст какой-то совет ты еще долго как говорится будешь плавать пытается пытаться выплыть на поверхность или найти берег где ты ощутишь себя что ты нашел свое любимое дело что ты в своей тарелке и чувствуешь себя как рыба в воде но самый главный язык словарный запас не акцент некоторые меня упрекают какой у меня акцент дело не в акценте а словарный запас лирическое отступление лирическое отступление город мобил произносится мобил не мобайл как мобайл или как мобил не как мобильный телефон когда-то сюда приехали французы здесь были испанцы и кто только здесь ни был здесь жили индейцы и городок местный индейский назывался мобил мобил такое было произношение и французы переделали как мобил для них для них это было такое вот они так и слышали мобил мобил то есть это слово от названия городка который местности в которой жили индейцы которых потом конечно истребили задавили там резервации какие-то там угнали когда вы снимаете дом в аренду вас спрашивают где вы работаете и какой у вас доход потому что хотят убедиться что вы будете оплачивать хотя бы год им постоянно когда мы переехали в алабаму у сергея еще не было этой работы по покраске домов но у меня был доход я получала доход на двух старших сыновей 3000 долларов в месяц то есть мы не сбежали из флориды потому что мы не могли что-то оплачивать мы туда переехали потому что сергей настаивал что нам надо жить в доме побольше в жилье получше что мы заслуживаем и дети заслуживают более хорошую жизнь понимаете и мы здесь начали нашу жизнь заново а так действительно я держала за тот дом мне казалось ну как мы в 2005 году туда приехали и опять куда-то дергаться то есть мы 2005 года вот с первым мужем как купили в 2007 он умер и в 2011 мы с сергеем оттуда уехали он меня убеждал но я сопротивлялась пока я не поняла что и цены упали и район превращается в какую-то клаку понимаете поэтому мы ушли оттуда так сказать начать новую жизнь в другом штате потому что мы уже знали что здесь есть контракты мы уже примерно знали город потому что мы не так что ехали куда-то прям где мы вообще никогда не были понимаете то есть было не так страшно и мы нашли дом новый почти что было приятно находиться так что вот такие дела вот вам ответ и до восемнадцатилетия я получала по три тысячи на обоих пацанов то есть потом на детство перестали платить и сейчас на дар уже не платят а так государство по потере кормильца платило деньги но это эта сумма зависела от того сколько мой первый муж платил налогов при жизни то есть это не значит что каждый человек кто здесь окажется вдовой будет получать деньги я еще как вдова получала 400 долларов но когда я вышла замуж за сергея я потеряла 400 долларов в месяц этот доход и вот такие дела кастрюль и а а что это это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok